Привет! Краткая история – это простой и лёгкий способ разобраться в любой теме. В этот раз мы решили рассказать вам о самой простой вещи, без которой тяжело представить современный мир. О пишущей ручке. С помощью этого небольшого изобретения были подписаны самые важные документы в истории, написаны интересные книги и оставлены миллионы заметок в школьных тетрадях. Мы расскажем, что люди использовали до появления ручки, кто создал современный аналог и что с ней будет в дальнейшем. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Ещё с древних времён люди пытались записывать свои знания, хотя толком ещё даже не умели разговаривать. Чтобы оставить после себя хоть что-то, люди водили палками на земле, царапали камни и оставляли наскальные рисунки. Это могли быть мудрые мысли, открытия, карты, биографии или просто список покупок. В третьем тысячелетии до нашей эры древние египтяне начинают использовать в качестве инструмента для письма необычное устройство. Оно делается из стебля тростника, которым можно писать краской на папирусе. Тростниковые палочки использовались несколько тысяч лет. Пока в 600 году в Испании для письма впервые не начали использовать гусиное перо. Собственно, английское слово «pen» – ручка в переводе с латинского и означает «перо птицы». У этого тоже были свои сложности. Подходили не все перья, а только 3-5 самых крайних с крыла. Более того, значение имело правое это крыло или левое. Существует свидетельство, что в 18 веке ежегодно Англия закупала в России по нескольку миллионов довольно удобных, дешевых и долговечных гусиных перьев. Таким инструментом человечество пользовалось на протяжении 1200 лет. В 1636 году математик, поэт и изобретатель Даниэль Швенгер впервые придумывает гениальное устройство для письма. Оно задумывалось как ручка, которую не придется макать в чернила, потому что резервуар с ними будет внутри. К сожалению, немецкий инженер не воплотил эту идею в жизнь, а лишь написал о своей задумке в книге. Обидно. Затем в 1809 году впервые патентуется металлическая перьевая ручка. Она служит долго, в отличие от своего птичьего аналога. Ее автором стал английский изобретатель Джозеф Брама. Помимо пишущей ручки он сделал гидравлический пресс, сейф и слив для унитаза. Настоящий Илон Маск своего времени. По-настоящему массовым продуктом ручка становится в 1822 году, благодаря братьям Джону и Вильяму Митчеллам. Они изобретают свою ручку с металлическим пером внутри и запускают ее в производство в британском Бирмингеме. Город становится центром по производству ручек, ведь здесь создавали более половины всех пишущих устройств, которые существовали на тот момент. В 1827 году первую автоматическую ручку создает румынский изобретатель Петраки Пойнару. Он сделал это еще будучи обыкновенным студентом. Петраки не смог правильно распорядиться своим великим изобретением. Поэтому он не стал одним из богатейших людей на Земле, а пошел работать обычным преподавателем в школе, где дети уже могли вовсю пользоваться его изобретением. Но что не смог сделать один, удалось другому. В 1884 году крутой страховой брокер Льюис Эдсон Ваттерман пришел на важную сделку, которая должна была сделать его еще богаче и успешнее. Все, что требовалось – поставить подпись на контракт. Для этого Льюис специально принес новенькую авторучку, которой он и хотел воспользоваться. Но так получилось, что она его подвела. В этот момент он понял, что надо брать дело в свои руки и создал первую в мире капиллярную перьевую ручку. После этого он открыл собственную компанию и стал крупнейшим продавцом ручек в мире. В 1888 году появляется компания «Паркер», которую создает Джордж Сеффорд Паркер. Он работал в школе, а в свободное время занимался ремонтом и продажей перьевых ручек. Джордж, как никто другой, знал о несовершенстве всех этих устройств и решил, что если хочешь сделать что-то хорошо, делай это сам. Он разработал свою перьевую ручку и уже в 1908 году стал номером один по производству канцелярии в мире. Его ручками подписали окончательную капитуляцию Германии во время Второй мировой войны, а Горбачев с Бушем поставили подписи на договоре о сокращении стратегических вооружений. Кстати, если вы хотите больше узнать про историю российского оружия, то можете посмотреть наш ролик об этом. В 1931 году журналист и изобретатель из Аргентины Биро Ласло решил, что перьевые ручки – это прошлый век. Он заметил, что используемые в них чернила очень густые и поэтому слишком долго сохнут. Тогда у него в голове родился гениальный план. Совместно со своим братом-химиком он изобрел новый вид чернил, но они были слишком жидкие. Тогда он решил использовать в стержнях шарик, который бы крутился во время письма и подавал нужное количество материала. Так и появилась первая в мире шариковая ручка. Из-за проблем с авторским правом ему удалось запатентовать свое изобретение только в Аргентине. В 1943 году этим воспользовался предприниматель Милтон Рейнольдс. Он просто украл идею у Биро и смог официально оформить права на нее в США. Молва о его невероятных ручках быстро разлетелась по стране. Цена на один экземпляр составляла 12,5 долларов, что было очень дорого. Столько же стоила ночь в дорогущем отеле. Но все хотели подарить идеальный подарок для возвращающихся с войны солдат, поэтому дороговизна никого не отталкивала. В первый же день продаж купить канцелярское чудо пришли 5000 человек. Чтобы избежать беспорядков, на улице поставили кордон из 50 полицейских. Но эти ручки все равно были далеки от идеала. Они продолжали пачкать одежду, а цены не позволяли покупать их регулярно. Тогда, в 1945 году, в дело вступил Марсель Биш, который позже сменил фамилию на Бик. Он решил выпускать одноразовые ручки и не прогадал. Ручки Бик Кристал вместо 10 долларов стоили всего 29 центов. Новинка писала очень тонко, не оставляла после себя клякс и не протекала в ненужный момент. Потом под руководством Бика появились разборные ручки со сменным стержнем и еще несколько видов ручек, которые сделали из предпринимателя миллионера с 10 детьми от двух жен и двух любовниц. В СССР же шариковые ручки получили популярность только в 1950-х годах, когда было запущено свое производство. До этого считалось, что использование шариковых ручек не позволит ученику выработать правильный и красивый почерк. Достать новый стержень здесь было практически невозможно из-за сильнейшего дефицита. Для этого даже организовывали настоящие заправки, куда приносили пустые стержни, чтобы залить их пастой. В 1966 году ручка стала востребована не только на Земле, но и в космосе. Есть городская легенда о том, что НАСА выделило миллион долларов на создание устройства, которое будет писать в условиях невесомости. Считается, что российские ученые не потратили ни одного рубля, а использовали для записей обычный карандаш. На самом деле все не так. Космическую ручку изобрел Пол Фишер и безвозмездно отдал эту технологию НАСА. Это сделало изобретателя настоящей звездой. Он даже баллотировался на пост президента, но ничего не вышло. Хотя его ручкой космонавты пользуются до сих пор. На этом канцелярская эволюция не остановилась. В 1984 году в Японии появилась первая гелевая ручка. Ее сделала компания Sakura Color Products Corporation. Они решили отказаться от обычных чернил и начинают использовать пигментированный гель на водной основе. Это позволяло получать при написании более яркие и четкие цвета, что идеально подходило детям. Именно для них Sakura Color и начала выпускать стержни 65 цветов. В 1990-х годах ручки уже достигли пика своего совершенства в плане качества. Тогда изобретатели начали думать еще и об удобстве. К ним стали добавлять резиновые муфты, которые позволяли долго писать без дискомфорта в руках. Начали производиться многостержневые ручки различных форм, видов и наименований. В 1997 году компания Grandi Corporation даже сделала новый вид ручки, которая могла писать без надавливания на бумагу. В современном мире ручки постепенно уходят на второй план, ведь их начинают заменять компьютеры, планшеты и смартфоны. Но несмотря на такую конкуренцию, канцелярия до сих пор востребована. Это подтверждает то, что во всем мире до сих пор производят миллиарды ручек в год. Только компания Big продает по 14 миллионов ручек в день. Одно можно сказать точно – ручки будут с нами еще очень и очень долго. А пока вам не нужна ручка, пишите нам комментарии, предлагайте свои темы. Самую интересную мы обязательно выпустим на канале. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...